Добрый день, друзья и подписчики канала. Гриша из Близбана, Австралия с очередным видео. Это было видео, сделано в просьбе людей, которые видели мои предыдущие видео, когда я на велосипеде ехал по улицам и других видео в Австралии. И мне сказали, «Ты можешь пройти просто по улицам, показать, какие дома, какие машины, какая зелень?» Я сказал, «Могу». И сегодня я думал о таком, одно из этих утрок, это я просто пойду по улице, которое я считаю довольно-таки интересное многим. Я расскажу о чем. И покажу, расскажу о некоторых вещах, особенностях Австралии, я думаю, по сравнению с другими местами, где вы живете. Ну что, начнем поход? Я извиняюсь за то, что будет шататься, я думаю, камера. Я ее закрепил на коляску. Только что этот вот отправил ребенка в детский садик. И иду потихонечку домой. Мы сейчас выйдем на улицу. Это один из маленьких парков, через которые я прохожу. Мы выйдем на улицу, которая довольно-таки интересна. Почему она интересна? Потому что на улице живут люди, в основном, двух разных классов. В каком плане? С правой стороны, вот тут вот, живут люди в основном побогаче. У них вот свои лодки, свои бизнесы. И все дома справа находятся на канале, который соединен выходом в океан. Дома с левой стороны, людей среднего класса. В принципе, одна улица, да? Ну, вот такое вот разделение. Дома с левой стороны, не скажу, что они плохие, ничего. Просто этот вот, люди, которые живут там, не люди среднего класса. Обычно работают на кого-то. У них средний заработок. И не могут себе позволить того, что люди с другой стороны. Чем эта улица еще интересна? Тем, что этот район считается одним из самых типичных в больших городах Австралии. Напоминаю еще раз, я живу в Бризбане. Бризбане самый большой город. Но, я думаю, он в пятерке самых больших городов в Австралии. Что такое типичный дом в городе? Австралия очень громадная страна. Ну, конечно, не по сравнению с Россией, со Штатами. Да, это со Штатами довольно-таки большая. Вот. Но, если полететь на самолете с одной стороны Австралии на другую, это занимает примерно 7 часов. Из-за больших расстояний, получается, у людей выбирать, где они живут. Давайте начнем с центра города. Центр города – это в основном бизнес, где стоят небоскребы. В основном небоскребы от 20 до 100, 10 этажей. Вот. Центр города обычно маленький. Он где-то 8, 10, 15 километров в радиусе. Если выехать из центра города, почти все дома в Брисбене частные. Но ближе к центру города идут так называемые дуплексы. Это городки домов, которые соединены, скорее всего, стенами, как бы спина к спине. Потому что так дешевле строить, и люди могут себе позволить жить ближе к центру города. Кстати, вот обратите внимание, сейчас я поверну коляску. Люди, которые живут с левой стороны, они живут на таком вот канале, где все дома выходят на этот вот. У них, скорее всего, лодки и все. Вот так вот. И вот с этой стороны, с левой, у них дома поскромнее. Хотя тоже красивые. Смотрите, оригинальный домик с левой стороны. Сейчас, я думаю, этот Porsche проедет. Мы можем пройти. Вот. Давайте опять поговорим, как живут люди в Австралии. Так мы говорим о выезде из города. Дуплексы – это где-то еще километров пять от центра города. И потом начинаются дома. Почти все дома в городе частные. В каком-то момент частные дома. Идет стоит дом. Люди сами выбирают, какой величины дом строят. И на участке. Разница участков ближе к городу и дальше города – это размер. И тут самая большая важность. Если человек хочет больший участок земли под свой дом, ему нужно отъезжать подальше от города. Земля очень дорогая, близко к городу. В основном, когда заканчиваются дуплексы, размеры земли в частных домах, я знаю, где-то 300-400 квадратных метров. Если выехать километров 15-20 от центра города, то размеры участков начинают увеличиваться от 400 до 800 квадратных метров. Там, где я живу, это 24 километра от центра города. Средний размер участков примерно от 400 до 1200 квадратных метров. Давайте еще обратим внимание, как строятся районы. Между домами может, вот если повернуть краску, быть вот такой, допустим, детский городок. Я привык там, где я родился и вырос, что площадка находится где-то в центре района. Тут же, видите, заканчивается одна часть дома. Вот, потом начинается другая часть дома. А посередине сделали такой красивый современный парк. Эти парки каждый день убирают, их налаживают и обновляют, я думаю, раз в два в три года. Давайте пойдем дальше. Вот, так в этом районе вы видите все дома. Я считаю, что тут участки где-то примерно 600 квадратных метров. Почему так далеко от города участки маленькие? Потому что район считается успешным, довольно-таки хорошим. И даже если район находится не так близко к городу, но в нем живут люди более, не то что образованные, более в жизни продвинутые, в карьере, в интересах. В принципе, я знаю, трудно как бы все состыковать вместе. Просто вот люди, у которых больше движения, тяги к жизни. Вот, то такие районы считаются более ухоженными. Видно даже по домам, что люди следят за домами. Вот, дома, районы, где люди не следят за домами, не живут, допустим, как мы называли раньше, интеллигентной жизнью. Участки могут быть, я знаю, 1200-1600 квадратных метров, но там не так приятно жить. Я считаю, что это еще улица, в принципе, она не то что центральная, но это выезд из района ближе к центральной магистрали, где все идут к городу. И вот, я думаю, будет видно где-то через каждые 100-200 метров с правой стороны, где люди живут побогаче, вот такие вот каналы. Довольно-таки интересно жить, я думаю, на канале, но для этого нужны деньги, потому что иметь большую лодку, это довольно-таки накладно в Австралии. Опять-таки смотрим на дома по сторонам, дома абсолютно разные. Если посмотреть на более дешевые районы, дома были устроены в типичном проекте. Тут же, если посмотреть, я сейчас опять разверну камеру, не скажу, что дома хорошие или плохие, но видно качество района также по архитектуре. Не скажу, что она какая-то особая, но дома вокруг абсолютно разного типа. Это означает, что люди, покупая участки, имели возможность потратить чуть больше денег на ту архитектуру, которую они считают удобно, выгодно и по карманам. Давайте поговорим о климате. Многие знают, в Австралии климат разный, потому что Австралия, в принципе, с одной стороны находится почти возле экватора, с другой стороны почти возле Арктики. И, скажем так, сверху, там, где север, на севере у нас жарко, кстати. В Австралии все наоборот, сейчас расскажу. На севере, ближе к экватору, там, где Дарвин, там очень жарко. Летом около 40 градусов, почти всегда влажность почти 100%. Внизу, там, где Перд и все, в основном сухо. Мельбурн, Сидни даже. Такие умеренные климаты, почти как европейские. Если поехать, допустим, в Тасманию, полететь в Тасманию, поехать нельзя, это остров, там климат чуть похолоднее. Давай также поговорим о сезонах. Зима у нас тогда, когда в Европе лето. То есть, в принципе, сейчас мы, у нас это конец мая месяца, это конец осени. Скоро будет июнь, начало зимы. Зима сухая и прохладная. Температура утром от двух, где-то до восьми градусов. Температура днем от двадцати до двадцать четырех градусов. Лето дождливое и горячее. Температура средней до тридцать три, тридцать пять градусов. Влажность девяносто процентов. Примерно и жарко. Я думаю, что на этом сегодня я буду заканчивать это видео. Если будет интересно что-то, чтобы я рассказал, пожалуйста, пишите в комментариях. Сегодня видео было абсолютно без всякой цели, кроме как просто проехать по улице и показать типичные, не знаю, дома, машины, не знаю, зелень. Кому что интересно посмотреть. Если что-то еще интересно, пишите в комментариях, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями. Я с удовольствием попытаюсь снять видео по вашим просьбам. Большой привет, хорошего дня, Гриша.